Говорит Черкесск В студии с региональными новостями Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. В северной части Черкеска появится новый микрорайон «Спутник», где планируется построить почти 580 тысяч квадратных метров жилья. Инвестор для курорта «Архыз» будет выбран зимой следующего года. В регионе завершился ремонт дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». И на базе республиканской школы-интерната имени Латоковой открылся единственный в Карачао-Чекесе центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Далее об этих и других событиях. В Доме правительства республики обсудили проекты строительства жилых комплексов в новом микрорайоне «Спутник», который появится в северной части Черкеска. Здесь на площади 207 гектаров планируется построить почти 580 тысяч квадратных метров жилья для 35 тысяч человек, более 10 детских садов, школы на 5200 учащихся, физкультурно-оздоровительные комплексы и многое другое. Строительство коммунальной инженерной инфраструктуры нового микрорайона будет производиться с использованием бюджетных кредитов. За год нейрохирурги Карачао-Чекесе выполняют до 300 высокотехнологичных операций на головном мозге и планируют активно внедрять в свою практику новые передовые методы, которые используют их коллеги из других российских регионов. Именно о современных разработках в области нейрохирургии шла речь на конференции с участием ведущих хирургов из Москвы и Северного Кавказа. Информацию комментирует заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова. Помимо того, что мы просто об этом говорим, еще готовится целый пакет действия после конференции, в которой предполагается в том числе и приобретение медицинского оборудования, которым будет заниматься уже сама республика. Это на региональные средства мы планируем сделать некоторые закупки оборудования именно для республиканской больницы, для того, чтобы поднять уровень всех ее направлений. Это не только для нейрохирургии, для некоторых других специальностей, для общей хирургии. Поэтому вот сейчас эта конференция тоже послушает, потому что мы выбрали, что именно, в каком именно направлении нужно будет сделать эти вложения. Руководство регионального Минздрава совместно с представителями дирекции капитального строительства ознакомилось с ходом строительства объектов, возводимых в рамках федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения, национального проекта здравоохранения. В частности, посетили врачебную амбулаторию в поселке Октябрьском Прикубанского района, строительство которой запланировано на этот год. Осмотрели также территории, выделенные под строительство ФАПов в следующем году в селах Пристань, Ильичевское и Пригородное. Каждый объект будет представлять собой современное комфортабельное здание, отвечающее всем необходимым требованиям. Готовность Домбая к зимнему туристическому сезону обсудили на совещании, прошедшем в курортном поселке под председательством вице-премьера правительства Карача-Чекесии Евгения Гордиенко. Главной темой встречи стало обеспечение безопасности и предоставление туристских услуг на территории курорта. В целях недопущения формирования лавин на горнолыжном склоне горы Муса-Читара принято решение о проведении дополнительных мероприятий по принудительному спуску снежных масс. Для комфортного пребывания и пребывания отдыхающих отмечена необходимость ускорения строительно-монтажных работ на ремонтируемых участках дорожного полотна, активной уборки и вывоза снега на автомобильных дорогах и пешеходных зонах, а также организации дополнительных парковочных мест в зимний период. Участники совещания также отметили целесообразность реализации мероприятий в отношении объектов капитального строительства, возведенных с нарушением требований действующего законодательства на территории поселка, а также определение законности расположения торговых точек непосредственно на самом горнолыжном склоне курорта. Особое внимание уделено организации проверок правомерности оказания услуг инструкторами-проводниками. Инвестор для курорта Архиз будет выбран зимой следующего года. На сегодняшний день заявлены три потенциальных инвестора – это компании «Красная Поляна», «Синара» и акционерная финансовая корпорация «Система». Конкурс пройдет в два этапа и завершится оплатой 25% акций управляющей компанией Архиз и их переходом новому владельцу. Лесоводы республики восстановили свыше 13 гектаров леса за последние годы. В целом свыше двух сотен гектаров. Проведены работы как по искусному лесовосстановлению, так и по содействию естественному лесовосстановлению. Для того, чтобы в Карачао-Чехесе всегда были запасы лесных семян, в текущем году создан питомник площадью 6 гектаров. Кроме того, в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» для защиты от лесных пожаров дополнительно в этом году закуплено 5 единиц лесопожарной техники. Всего в регионе за последние 4 года закуплено 32 единицы спецтехники. В Черкесске на базе школы-интерната имени Гошина-Голотокова и состоялось открытие единственного в Карачао-Чехесе центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, где будут обучаться дети с 1 по 9 классы. Здесь созданы максимально комфортные условия для получения образования по адаптированным образовательным программам, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра. Информацию комментирует министр образования и науки Республики Инна Кравченко. Дорогие педагоги, дорогие родители, я хочу вас поблагодарить за терпение, заботу и любовь. И то внимание, которое вы дарите нашим, вашим деткам каждый день. Сегодня в этой школе работает команда профессионалов, которая делится своими знаниями, которая делится своей любовью, частичкой своей души. Я часто бывала в этой школе и я вижу, с какой теплотой встречают в этой школе данных деток. Я вас заверяю, дорогие родители, что вашим деткам здесь очень и очень комфортно. Среди нас живут, работают, учатся такие вот детки и люди. И что они такие же равные, как и мы с вами, что мы их все любим и готовы всегда поддержать. Еще один проект, направленный на социализацию и профессиональный рост людей с ограниченными возможностями здоровья, запустило в Карачао-Чекесе региональное отделение «Единой России». По их инициативе дети с ДЦП получили возможность обучаться компьютерной графике и 3D-моделированию на базе Северокавказской государственной академии. Подробности у заместителя руководителя регионального исполнительного комитета Карачао-Чекесского регионального отделения партии «Единая Россия» Альберта Дзугаева. Благодаря усилиям директора института Тибулла Джамала Абеляловича здесь оборудован класс, здесь оборудованы помещения санузла для детей, здесь оборудованы помещения со всеми требованиями, необходимыми для детей с ограниченными возможностями. В Карачао-Чекесе завершился ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего отремонтировано более 32 километров автомобильных дорог. Из них чуть более 13 километров отремонтированы в республиканской столице. Это 28 участков. 14 километров – это участок дороги Архыз-Дука, Луная Поляна. И 5 километров – отрезок дороги Черкесск-Хабес, подъезд к Инцуархыз. Важный логистический объект в Карачао-Чекесе будет сдан досрочно. В ауле «Козелоктябрь» на финишную прямую вышли работы по капитальному ремонту моста через реку Кордоник. Он соединяет между собой находящиеся на разных берегах две части населенного пункта, а потому имеет огромное значение для жизни аула. Рассказывает главный инженер управления Карачао-Чекеска «Автодор» Моэт Хутов. На данном мосту предусмотрена безопасность проезжей части, безопасность пешеходов посредством перильного ограждения для пешеходов, оно оцинкованное у нас, современное, и барьерное ограждение М11. Это мостовое сооружение, которое выдерживает нагрузку для сталкивающихся автомобилей, чтобы никто у нас не слетел с данного моста. Грузоподъемность данного моста у нас он современный, по мостовым нормам он А11Н11, что в простонародье можно сказать, что в одиночном порядке до 200 тонн он выдерживает. Жительница Усть-Жигутинского района лишилась более 240 тысяч рублей, поддавшись на уловки мошенников. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудникам банка и сообщила, что на ее имя пытаются оформить кредит, и для того, чтобы сохранить свои сбережения, ей необходимо одобрить указанную заявку на кредит и перевести денежные средства на безопасный счет. Следуя инструкциям, звонивший, потерпевшая одобрила заявку и несколькими транзакциями перевела на разные счета денежные средства. Общая сумма ущерба составила 243 тысячи рублей. На портале Госуслуг работает сервис, который позволяет молодым мамам обратиться за ежемесячным пособием по беременности и родам. Право на такую выплату есть у женщин, которых Центр занятости признал безработным в течение года со дня увольнения. Само увольнение при этом должно быть связано с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката. Для того, чтобы оформить пособие, нужно зайти на Госуслуги, выбрать сервис пособия по беременности и родам для уволенных женщин и подтвердить персональные данные. Далее останется только выбрать способ получения выплаты и отправить электронное заявление. В большинстве случаев этого будет достаточно для оформления пособия. При этом иногда могут понадобиться уточняющие сведения, например, свидетельство о рождении ребенка, если оно выдано за пределами страны или решение суда об усыновлении, которое выдается только усыновителям. В таких случаях в личный кабинет мамы придет уведомление с указанием, какие сведения следует предоставить в клиентскую службу пенсионного фонда. Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. В преддверии праздника матери казачки в библиотеке Медногорского городского поселения состоялось праздничное мероприятие. В нем приняли участие казачки Урупского районного казачьего общества, мамочки, бабушки, жены воинов. Казаков, находящихся на линии фронта специальной военной операции. Информацию комментирует библиотекарь Медногорской библиотеки, руководитель казачьего патриотического клуба «Люба» Лариса Медведева. Теплыми словами от имени администрации Урупского муниципального района женщин-казачек поздравила заместитель главы Валюхова Оксана Анатольевна. С наилучшими пожеланиями артаманы вручили казачкам букеты и памятные подарки. Продолжилось мероприятие праздничной программой «Казачье наследие для духа, души и тела», в котором шла речь о том, что суровые, сильные и уверенные в себе воины свято почитали женщину-казачку. В программе прозвучало много старинных казачьих песен о войне и казачьей доле, о любви к матушке России и любушке жене. Закончилось мероприятие на позитивной ноте с чаепитием и песнями. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева прошел межорегиональный научный семинар в вековом потоке перемен языки, традиции, память. Участники мероприятия обсудили роль языка в формировании и сохранении этнической идентичности, традиционную культуру народов Северного Кавказа, приоритеты, особенности и тенденции его развития и другие темы. Фонд «Жар птица» с 1 декабря текущего года по 1 марта следующего года проводит на территории Карачаево-Черкесии пятый республиканский благотворительный марафон «Сострадание», целью которого является оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и подопечным детских социальных учреждений региона. По итогам четвертого республиканского марафона материальная помощь была оказана в обследовании и лечении 48 детей, а также передали продукты и предметы первой необходимости, 111 семьям. Сбор пожертвований в рамках работы фонда проводится в государственных учреждениях, на предприятиях, в медицинских и учебных заведениях. Ну и последняя информация. Во Дворце спорта «Юбилейный» Черекеска составилась спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по различным видам спорта и выполнению норматива в ГТО, приуроченная ко Дню инвалидов. В мероприятии принимали участие более 150 человек в возрасте от 8 до 70 лет и более. Они выполняли нормативы ГТО, а также соревновались в настольном теннисе, настольном футболе, шашках и дартсе. В торжественной обстановке были награждены победители всероссийских соревнований Рустам Чочаев, Георгий Егоров, Курман Бейдот Даев, Арафат Мамедов, Амир Абазалиев, Мурад Джимакулов и Руслан Джималиев. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду при порывах до 14 метров. Температура воздуха минус 3, плюс 2, а в горах до 7 градусов тепла. Местами на дорогах гонолед. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду при порывах до 14 метров. Температура воздуха от 0 до минус 2. Таковы наиболее заметные события Республики информационный выпуск провела Рита Нерова.